здравствуйте дорогие друзья сегодня хочу показать вам мои любимые сорта лимонов здесь они представлены не все еще есть один сорт это мелороза который находится просто не в этом помещении находится у меня в доме а это помещение будет зимовкой в этом году для растений у нас летний домик для гостей в котором температура довольно таки низкая сейчас на улице например 15 градусов 2 декабря домики у нас 10 градусов и примерно так холодильники температуры поддерживается все время так вот мои любимые сорта лимонов это эврика пинг варикатная лимон предположительно мэйер про него будет отдельная глава в нашем видео лимон подтвержденный мэйер с пирочкой купленный лимон диала желтой варикатности и самый мой тонко странный лимончик и к такой у нас рейт плодик желтый у него должен быть плод с желтой кожурой и зеленой мякотью и должен быть очень ароматным проводил я эксперимент на своих цитрусовых занесла я вчера 1 декабря в первый день зимы это нити листья еще не пройдет это не были грязные пыльные на улице немножко некоторые руками пожар клави по приличнее выглядит чем большинство но это буду протирать хочу сказать сразу что в моих горшочках вы не увидите горсти удобрений то вот перлит циолит кремневид еще вулканический турдых добавляю в грунт на удобрение у меня никаких нет удобряю я растения раз в году весной удобряю их прессованным конским навозом разбавляя его воде вот сейчас я уже развела его воде оставила на улице до весны будет стоять в ведре с водой там ферментироваться скажем так то есть пусть проходит все у него активные процессы а уже весной когда я растение вынесу на улицу я пролью горшочки этим удобрением все больше никаких химических удобрений я не применяю поскольку растение я расчет для себя не для промышленного выращивания рекордов не ставлю и поэтому хочу чтобы они были максимально естественными натуральными поэтому и химических не обрабатываю обработку мне растение от родителей только механическая то есть я периодически протираю листву и меня это огромное довольствие растение меня немного к выбору сортов я подхожу очень ответственно придирчиво и не хочу чтобы у меня было огромное количество сортов за которыми невозможно ухаживать по крайней мере на данный момент так может быть когда-то это моя философия изменится но пока так пока растение находится в помещении на них нападает естественно различные вредители паутинный клещ щитовка мучнистый червец это классика жанра но это все легче легко собирается руками я обожаю протирать свои растения потому что когда потираешь цитрусовые большинство их видов имеет очень приятный аромат листвы и для меня это такой способ медитации поскольку работа у меня офисная сидячая умственная не хватает именно от этого разгрузки мозга мозг в голове только приятный ветерок и ноль мыслей это очень трудно достижимо я пробовала йогу медитативные методики йоги но мне как-то это дело не зашло мне не получается отключить мысли а вот когда протираю листву растений когда я не занимаюсь то на удивление у меня нет абсолютно никаких мыслей для меня это очень приятно здорово и полезно конкретно лично для меня но и думаю для многих людей офисных сотрудников которые сидят за компьютерами вынуждены сидеть профессиональной своей направленности извините зависла немного за компьютерами и очень трудно людям расслабить мозги такой сидячий интеллектуальный труд является одним из самых вредных и сопоставим с тяжелым физическим измеряющим трудом по виду по вреду который приносит он организму и так отвлеклась немного на болтовню вот мы лимоны вот этот лимон эврика пинг стоял у меня на террасе на палубе и там покрывался и не за ночь утром все это оттаивало это видео я тоже прикреплю сюда вот так идет эксперимент сегодня ночью хорошо так подморозил полагаю что температура опускалась до минус 5 по прогнозу погоды было минус 3 зафиксировано ночью честно признаюсь не вставала градусник не проверяла но вот все покрытые лимончик заиндивившие и листочки и палуба сама принципе все нормально но видно что растение замерло растение готовится вышивать в этой стрессовой ситуации это хорошо займет вот такой и палубе понаблюдаем еще посмотрим что будет дальше на данный момент у лимона эврика пинка но ничего все нормально единственное что я заметила что мои цитрусы и почему вчера занесла у нас принципе еще в краснодаре стоит плюсовая температура хорошая погода было несколько дней с минусовой температуры до минус 5 думаю отпускалась температура минус 3 точно было вот трусовые в принципе вели себя абсолютно адекватно единственное что заметно была остановка в росте точнец замедлились остановились все процессы абсолютно и поэтому я решила вчера первый день зимы все-таки занести их устроить и праздник радость и занести их помещение вот естественно пока они не успели очухаться никак никак не каким образом единственное что вот лимончик пика он дал такие небольшие приросты несмотря на холод прирост и весь покрылся бутонами вот он забутонился в принципе вроде бы как ему и пошел этот эксперимент он удобрил его все равно вместе со всеми лимонами со всеми цитрусами его занесла здесь у нас еще два плодика очень понравилось мне что он выдал вот такой корявенький плодик бугристый я очень люблю такие бугристые необычные плоды есть маленького плодика тоже такая бородавочка на нем симпатичная пока мне этот лимончик очень нравится по листве он очень напоминает лайм мексиканский прям очень трудно даже их отличить вот сейчас взрослый лист листы то есть новенький которые мне выросли стали вытягиваться а вообще не были такие прям кругленькие трудно отличие сам делают мексиканского лайма очень похож на него если честно похож немного размером плодов на мексиканского лайма плоды абсолютно такие крупненькие как грецкий орешек а вот у этого такая пипочка ну посмотрим очень приятный лимон неприхотливый такой отзывчивый вот активно тут собирается цвести что меня конечно же радует несмотря на мой жестокий эксперимент оказывается у меня за него не собирается собирается вознаградить надеюсь плодоношением тоже такой товарищ здесь тоже можно увидеть и рост и даже несмотря на такой экстремальный эксперимент все нормально то есть цитрусы вы могут стоять при таких сильных перепадах при мне своей температуре возможно и себе дольше наставил их может быть это других цитрусах тоже появился прирост не знаю уже эксперимент я прервала вот лимончик джиалу желтой варикатности мой красавчик я очень люблю у него очень ароматные листва протирать его одно удовольствие еще к тому же она очень красивая кустик выглядит очень декоративно и такие крупные хорошие лимоны кожура у лимонов тоже очень ароматная вкусная мякоть мякоть настоящего хорошего лимона очень приятно пить с ними чай очень ароматная кожура цедра в отличие от мера толстенькая плотненькая бугристая такая вот у меня вынашивает четыре плотика разновозрастных чем замечательный лимон очень его рекомендую если кто-то задумывается какой же лимон завести и у меня разочаровалась и вот он подтвержденный мэйр мэйр с пирочкой вот имел такие маленькие листочки но сейчас они начинают перерастать вот такими становятся это вот к слову любителям определять сорта по листве по форме плодов мне кажется это затея так себе не правда за одном тоже мэри абсолютно разной формы листы можно подумать что это и лайм мексиканский по этому листочку например то есть я не вижу резона определять сорта по таким признакам как листва и плод лучше определять сорта по гречке все-таки бывают пересорты и вот эврика пинг тоже любимейший мой лимон потрясающий лимон великолепная разработка ученых которые его вывели очень красивая варикатность листвы очень ароматные листва тоже также как и джиалу протирать его одно удовольствие очень красивые декоративные полосатики плоды имеющие розовую мякоть ну это я не знаю что еще должно быть у этого лимона чтобы ему просто пить дефирамбу который я и по ней неприхотливый очень отзывчивый такой товарищ красивый с точки они к сожалению достаточно быстро отмирают но очень красивые эти белые места были покрыты зелеными крапинками вначале сейчас они уже исчезают к сожалению но тем не менее лист очень декоративный красивый вот он деревце в нашей плодике поскорее бы уже срезать их чтобы оно пошло в рост делала я уже с него воздушную отводку здесь была мощная ветвь которую называют в некоторых роликах я очень люблю смотреть ролики других растениеводов просто обожаю и вот видела в некоторых роликах что-то эти ветви называют жировыми и рекомендуют их срезать удалять ну я так не считаю я считаю что возможно они называются жировыми но я считаю это скелетные ветви вообще дерево то есть это мощные ветви которые формируют скелет дерева на котором в принципе потом и зиждется вся крона формируется поэтому удалять их я по никакой случае не стал я сделала воздушную отводку подарила мне подруги свои которые тоже хотела такой лимончик получилось мощное хорошие деревца и из этой ветки скелетный она дала еще мощный прирост все время все приросты я прищипываю пускаю несколько несколько почек на каждом приросте индивидуально это такой творческий процесс прищипываю кончик чтобы они начинали ветвиться поэтому жировые ветви так называемые я называю скелетные и не считаю их какими-то вредоносными ненужными и лишними в общем такой вот эврика pink но особое внимание я хочу уделить этого лимона предположительно мэйру сейчас объясню вам почему так вот такой мой любимый мальчик предположительно мэйр но я думаю вы уже заметили что он имеет такую оригинальную форму ствола я его формирую это дерево на котором я провожу еще один эксперимент эксперимент формировки предание дереву то оригинального вида вот этому деревцу я хочу придать вид вопросика вопросительного знака чтобы всегда помнить не стоит ли мне становится уже не слишком много у меня растений эта шутка на самом деле просто знак вопроса почему-то у меня вдохновение было таким образом будет изогнут основной ствол эти все ветви я сделаю воздушные отводки и уберу и останется единственная веточка вот эта центральная которая будет дальше возвышаться и на ней уже будет формироваться крона дерево сейчас даже он такой интересный товарищ вдруг вот такую лет фактически раздвоенную и на ней гармонично симметрично растет по два лимончика это не фактически созрели вот этот сегодня уже срежем продегустируем потому что мне не терпится на самом деле еще не совсем вы зрели мне не терпится его освободить разгрузить чтобы можно было уже связать сделать воздушные отводки от этих веточек и дальше заниматься формированием ствола и вот эти вот тоже фактически созрели почти нет зеленцы и тоже на одном мечте для цены но чуть чуть больше вот такое интересное растение я всегда думал что это мой мир покупал его просто в магазине белочкой просто лимон сортовой принадлежности не был пау-центре покупал вот сейчас купила наконец-то взрывают плодики на мере моем подтвержденном с бирочки и хочу вот его сравнить по вкусу по аромату и все-таки определиться мэйр это у меня или нет ну скорее всего мир вряд ли был центре подавался бы новогрузинские что-то в этом роде есть немножко стареющие листики ничего еще тоже листами протирала так вот такой красивый парень очень декоративный будет еще более декоративным когда я воплощу свои планы по освобождению от этого загнутого мной ствола к ствол загибал долго почти два года постепенно постепенно выгибая его вот здесь тоже потом подкреплю так возможно так вот потом отрежу торопиться не буду отрезать всегда можно потом когда будет стволик от 3 самое главное выровнять его так когда стволик будет растить древеснить дальше то будет видно как и поле гармонично смотреться у этих веточек всех не будет личных которые скрывают всю мою задумку невероятную будет сверху такое расти на этом знаке вопроса дерево лимонное вот сейчас принципе подготовлю все для дегустации и будем сравнить к сожалению лимон этот маэра еще не вызрел он очень даже зелененький но все оно свежее терпится уже буду долго давно терпения нет никакого поэтому возьму и срежем попробую нет так значит буду ждать еще чуть-чуть лимончиков у меня вот он предположительно мэри 4 здесь есть еще два таких примерно одного и того же уровня созревания этот тот маленький так что один свежим если будет еще в неадекватном состоянии для сравнения то подождем его созревание попробуем еще раз так начнем дегустацию так так сэриси и заплетик вот этот плодик есть лица делаться некуда вот они два плотика это мой предположительные и чтобы более спел и более мягкий это подтвержденный мэр такой скромненький маленький ножик и так сейчас могу сказать что при срезе запах раздался одинаково очень похож друг на друга запах запах мэйера сейчас пошлипем кожуру кожуры тоже запах одинаковый если честно повисеть поищу это мой другому что одни когда терпение нет уже никакого очень сочный не так натуральный самый настоящий детстве что нужно ему еще помесить ну и вот прекрасный замечательный мой любимый лимон леер попробуем на вкус ну что я могу вам сказать я считаю что по всем признакам вкусовым и по запаху также если действует по стратегии людей определяющих сорта лимонов не будет их цитрусовых по листве они очень идентичны очень похожи я бы отнесла их к одному тому же сорту сорта мир так что вот пришло так что наконец-то и подтвердила сорт своего лимона это мэр будем его расти теперь формировать дачу с удовольствием делать воздушные отводки и ослаждаться его формой вкусом цветом запахом и вообще присутствием моей жизни жизни моей семьи что вот такой прямой мне как оказалось никогда очень навряд ли вы найдете лимона такие вкусные предсказуемые вкусом сочность как выращенные сама лично это правда это говорят все любители цитрусовых это истинная правда не говоря уже того того что твой нам приносит и христва цветение все таки сюда принесла из лимончик милороза уже участвовал у нас съемках когда я показывала пример как можно декорировать обычные технические горшки то первый мой ролик на канале как раз это милороза и участвовала в съемках вот в принципе из-за нее я и занесла вчера в первый день зимы 1 декабря растения ее я занесла на неделю примерно раньше почему я ее занесла потому что она прям замерла вот трудно это объяснить это вот именно и ощущение каких-то еще ли что тоже не протирала на протру обязательно вот кстати милороза как и бергамот бергамот у меня тоже есть следующих роликах покажу где-то у кого-то на канале дело что люди заваривают листву бергамота в чай и говорят что это дает аромат бергамота ну как по мне дак листва бергамота как и милорозы почти не приятного аромата то есть в отличие например от лимонов кстати лимон мэйр очень ароматность на по себе листва его не настолько ароматные как например листва чала ну и мочек пика вообще очень напоминает лайм по своей ароматности очень большим надеждами со вкусового плодов итак в отличие от лимончика пика ароматнейшего прекрасного листву протираешь просто идет такой аромат приятный цитрусовый очень-очень приятный очень сильный также джиалово ригантный лимончик и также эврика пинг но не менее ароматный амилороза вообще почти не имеет аромата фактически у нее такой травянистый запах аромат и вкус я тоже ради интереса попробовала листвы я не вижу смысла не заваривать я например очень люблю заваривать листву каферского лайма или вот этих вот лимонов каферский лайм это вообще лидер для чая у меня вот поэтому лимон милороза исключительно плоды как и сам бергамот бергамот часть бергамотом это часть с кожурой бергамотов плодов то есть не используется для этого чая листва и она почти ничем не пахнет вот это мой такое мнение я думаю если вы попробуйте вы тоже с этим мнением согласитесь так вот она моя милороза которая всем своим видом кричала то что ей не нравится ей нехорошо она вся замерла на все так очень что скукожилась напряглась и я видела что ей некомфортно и вот я ее занесла неделю назад буквально и на бедной от радости так видимо хотела показать что это правильное решение она начала выдавать вести бутоны с резкостью у нас проблемы чего выдавать бутоны большие прирост все с бутонами тоже приросте по на ней бутончик и я поняла что пора заносить остальных товарищей несмотря на мой благодарный лимончик пика неприхотливый который и так бутонился в холоде решила что все таки лучше занести нежели не заместил тоже приростики бутоны так что спасибо тебе милороза что дала сигнал тоже небольшой прирост с бутончиком очень люблю этот мой и люблю ненавижу одновременно потому что она как резулька она медленно растет не знаю про по двое тела отдельный ролик потому что у нее свои наблюдения свои мысли по поводу подвоев на каком подвое она привита я не знаю растет она очень медленно и вот в этом году к сожалению тоже к разговору про жировые ветви которые нужно удалять вот здесь была основная такая мощная хорошо растущая ветвь который к сожалению муж молеча не сломал не были плоды довольно таки крупные я подрезала чуть поровнее как смогла и вот она с тех пор у меня замерла все не хотела не расти не цвести это было начале лета ничего она не хотела только сейчас видимо от обиды от своей отошла может быть она думала что я хочу уничтожить холодом добить не только основной ветвь сломать но и холодом добить поэтому она сказала пожалуйста не убивайте меня я вам еще пригожусь начала бедненькая призвано все домой активно обильно цвести и обнатяживать меня так что вот тоже один из моих любимых лимончиков я думаю многие владельцы мило розы про нее такое скажут что она прекрасно не красивые плоды и вкусные ароматные и те кто не имеет и всегда ее очень хотят это правильно хороший лимончик достойно особенно если выращивать и на окне в квартире тут и и медленная рослость и думаю только в плюс будет так что вот такой обзор по моим лимонам заодно захватила несколько тем трудно их как-то отделить одно за другой цепляется вот такие мои рекомендации по лимонам кто еще только начинает задумывается о том чтобы увлекаться цитрусами конечно же я вам очень рекомендую это прекрасные растения которые приносят много радости как и любое растение нужно какой-то ход хлопоты но радости они приносят очень много когда получаешь плоды вот вообще ни с чем ощущение невозможно сравнить только тот кто его испытывал поймет не о чем не говорю вот такой получился длительный наверное ролик если будут какие-то вопросы задавайте в комментариях очень много люди мне пишут в соцсетях буду постепенно снимать ролики ответами на вопросы которые задаются в соцсетях спасибо большое за внимание скорых встреч